МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот раз президент Турции попал в бутерброд. Рано утром во вторник вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров вокзала города Графинг в 30 километрах к юго-востоку от Мюнхена. Он набросился на людей с криками «Аллах Акбар!» и тяжело ранил четверых. Один из пострадавших через несколько часов скончался в больнице от полученных ранений. Трое других госпитализированы с повреждениями, опасными для жизни. Инцидент произошел в 5 утра по местному времени. Мужчину задержали на месте преступления. Полиция его имени не раскрывает. По данным издания Deutsche Welle, речь идет о 27-летнем гражданине Германии, который ранее уже оказывался в поле зрения правоохранительных органов. После нападения исламистов во Франции и Бельгии службы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности. Германия входит в коалицию стран, воюющих против запрещенной в России группировки исламское государство в Сирии и Ираке. В прошлом году страна приняла больше миллиона беженцев с Ближнего Востока. Боевики, устроившие нападения в Париже и Брюсселе, проникли в Европу через Германию. Сегодня утром в Иерусалимском районе Армона-Анациф было совершено вооруженное нападение на двух пожилых женщин примерно 80 лет. Пострадавшие получили ножевые ранения средней тяжести в области спины и рук. Трое их спутников рассказывали полицейским, что на них напали двое молодых арабов, лица которых были закрыты масками. Служба скорой помощи получила сообщение о раненых в 8 утра. Медики прибыли на место происшествия и оказали первую помощь. Полиция и спецслужбы ведут розыск нападавших. Установлены блокпосты около ближайшей арабской деревни. В Берлине пройдет конференция, посвященная культурному наследию и памятникам Сирии. Цель конференции – координация текущих национальных и международных усилий для документирования и оценки ущерба, а также планирование неотложных восстановительных работ не только Пальмиры, но и других сирийских культурных памятников. Во встрече примут участие около 150 экспертов, археологи с мировым именем, историки, специалисты по уходу за памятниками, архитекторы со всего мира. Они утвердят мероприятия, направленные на подготовку музейных работников и специалистов по уходу за памятниками, в том числе в таких направлениях, как консервация и реставрация. Высшеземельный суд во Франкфурте-на-Майне приговорил боевика близкой калькаиде и исламистской группировки к пяти годам тюремного заключения. Как отмечается в вердикте суда, обвиняемый активно участвовал в деятельности этой террористической организации в 2013-2014 годах. По данным следствия, он на протяжении нескольких недель проходил подготовку по обращению с огнестрельным оружием и боеприпасами, а позднее сам располагал боевым арсеналом. В ходе процесса мужчина неоднократно утверждал, что хранил у себя гранаты и автомат Калашникова исключительно для защиты членов своей семьи от нападений экстремистов. Однако следователям удалось установить, что он подстрекал женщин и детей к использованию оружия. За осужденным оставили право обжаловать приговор в Федеральном Верховном суде Германии. Четыре немецких аэропорта признаны лучшими в Европе. Об этом свидетельствуют результаты ежегодной премии World Airport Awards. В первую десятку в ходе опроса были включены аэропорты Мюнхена, Цюриха, аэропорт Хитроу в Лондоне, Франкфурта, аэропорт Сипхол в Амстердаме, аэропорты в Хельсинки и в Копенгагене, аэропорт Кёйнбон, Эль-Прат в Барселоне и международный аэропорт Вене. Ежегодные рейтинги основываются на впечатлениях, полученных от более чем 13 миллионов путешественников из 106 стран. В вопрос были включены более чем 550 аэропортов. При этом в учет принимались 39 сервисных и эксплуатационных параметров. А вот в рейтинг самых страшных аэропортов мира не попал ни один немецкий авиахаб. В этом списке фигурирует аэропорт Пааро в Королевстве Бутан. Он считается одной из самых сложных гаваней для осуществления взлета и посадки. Еще одним устрашающим местом для приземления и взлета для пилотов является аэропорт Мадейры, Португалия. Он необычен тем, что половина взлетно-посадочной полосы держится на 150 железобетонных столбах. Германия вошла в список наиболее перспективных стран для покупки недвижимости. За последние пять лет цены на жилье в ФРГ выросли на 23%. Тем не менее, стабильный рост доходов населения позволил сохранить доступность жилья на прежнем уровне. Несмотря на то, что в настоящее время в стране возводится много новых зданий, аналитики ожидают увеличения разрыва между спросом и предложением, что приведет к дальнейшему подорожанию недвижимости. Перспективными городами для вложения в недвижимость аналитики также считают Лос-Анджелес, Мадрид и Шанхай. Выгодными курортными местами для покупки дома аналитики назвали австралийский Gold Coast, испанскую Ибису и лазурный берег Франции. А самой выгодной страной для покупки недвижимости в ближайшие годы станет Вьетнам. Жилье там будет дорожать благодаря тому, что с середины прошлого года местное правительство разрешило иностранцам владеть вьетнамской недвижимостью. Дополнительной причиной станет бурное развитие митрополитена в крупнейшем городе страны Хошимине. Благодаря строительству новых станций в мегаполисе улучшится транспортная доступность. Отставка президента откладывается. Исполняющий обязанности спикера Нижней палаты парламента Бразилии Валдер Мараньяу аннулировал голосование по импичменту президента Дилны Русеф. Мараньяу аннулировал результаты сессии 15 и 17 апреля. Это было сделано по просьбе генпрокурора Бразилии, указавшего на нарушение в ходе голосования. Оказывается, партии должны были оставить депутатам право голосовать по вопросу импичмента по личному усмотрению. Спикер бразильского парламента сообщил, что во время заседания по вопросу импичмента члены Нижней палаты не были единодушны в своем решении и поэтому проголосовали за отмену этого решения. Президенту Бразилии грозит досрочное прекращение полномочий из-за коррупционного скандала. В середине апреля 2016 года Конгресс проголосовал за ее импичмент. Сама Русеф отвергает все обвинения. Проливные дожди и шторм в американском Вайоминге привели к масштабным разрушениям и наводнениям. Вода укрыла дома и дороги, фактически отрезала многие населенные пункты от света в этом районе. Больше всего пострадал городок Фремонт. По иронии судьбы, из берегов вышла речка, которая называется «Маленький ветерок». Пока нет информации о пострадавших, но спасательные службы проверяют дом за домом. А на юге страны, в Оклахоме, на штат обрушились сразу несколько мощных торнадо. Жертвами стихии стали по меньшей мере два человека. Несколько сильнейших торнадо пронеслись по всему штату, некоторые из них местные жители успели снять на видео. Грозовой фронт двинулся в сторону западного Арканзаса и Небраски. Национальная метеослужба выпустила предупреждение жителям, оказавшимся в зоне торнадо. Вы находитесь в смертельно опасной ситуации. Специалисты считают, что в ближайшие дни в регионе грозы вернутся. А значит, угроза новых смерчей будет высока. На тушение пожаров в Канаде могут уйти месяцы. Лесной пожар, бушующий в канадской провинции Альберта, продолжает охватывать все новые территории. На данный момент совершенно ясно, что мы еще не взяли под контроль очаг возгорания, заявила глава правительства Альберты Рейчел Нотли. В правительстве этой провинции предупредили, что пламя продолжит распространяться. Этому способствуют сухая жаркая погода и сильные порывы ветра. В настоящее время огонь уже охватил площадь более чем 200 тысяч гектаров. Провинции не помог даже вчерашний дождь, пока он не оказал серьезного влияния на распространение огня. Но погодные условия внушают пожарным и спасателям надежду на изменение ситуации к лучшему. Пожары бушуют в канадской провинции Альберта уже более недели. Из опасной зоны эвакуировали 80 тысяч человек. Ситуацию усложняет и то, что Альберта – один из центров нефтеперерабатывающей промышленности Канады. И лесные пожары привели к существенному сокращению добычи нефти в регионе, богатым нефтеносными песками. Многие компании, работающие в регионе, сокращают производство и эвакуируют сотрудников, опасаясь посредствий пожаров. Это отразилось на стоимости черного золота на рынке. В центре Каира сгорела гостиница. В результате пожара трое погибли, еще 91 человек пострадал. 40 из них госпитализированы, остальным помощь оказали на месте. Большинство пострадавших отравились угарным газом. Известно, что в одном из магазинов торгового квартала «Отаба» в центре Каира загорелись склады с одеждой. Огонь быстро перекинулся на соседние постройки и новый шестиэтажный отель «Андалусия». Это бюджетная гостиница, где в основном проживают местные жители. Всех постояльцев эвакуировали. Столичные власти задействовали около 30 отрядов гражданской обороны, а также 5 пожарных машин. С огнем спасателям удалось справиться только спустя 8 часов. По предварительным оценкам, ущерб от пожара составит почти 3 миллиона долларов. По одной из версий, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. В Кельне ресторан «Урбан Бургери» был вынужден прекратить свою работу из-за угроз в адрес его персонала. Поводом послужило то, что в заведении подавалось блюдо под названием «Эрдоган Бургер». Бургер назвали в честь турецкого президента. Впервые он появился в меню заведения в конце апреля. «Эрдоган Бургеры» рекламировались как аппетитные и сочные, подавались с сыром из козьего молока естественно. Таким образом, создатели блюда сделали отсылку к стихотворению немецкого сатирика Яна Бемермана, который назвал Реджепа Эрдогана скотоложцем. Бемерман оказался в центре скандала после того, как прочитал свое стихотворение, посвященное президенту Турции на телевидении. Впоследствии выяснилось, что он нарушил редко применяемый немецкий закон, запрещающий оскорбление иностранных глав государств. Канцлер Германии Ангела Меркель дала зеленый свет судебному преследованию сатирика. Однако, по мнению критиков, ее решение подрывает принципы свободы слова и самовыражения. Первоначальный Эрдоган Бургер пользовался популярностью и привлек внимание местных журналистов. Но позже в соцсетях в адрес ресторана стали поступать угрозы и критика. На странице Фейсбук владельцы заведения сообщили, что им пришлось на время закрыть ресторан, так как они не могли гарантировать безопасность своих сотрудников. В то же время они заверили, что продолжат противостоять вопиющей несправедливости. Конец цитаты.